Всем привет! В этом видео я покажу, что можно сделать из пустой ёмкости от жидких гвоздей. Откручиваем носик и с помощью металлического прута выдавливаем поршень в обратную сторону. Вот что должно получиться. Закрываем пальцем отверстие и набираем в ёмкость воду, но только не до полна, так чтобы осталось место под поршень. Теперь эту воду нужно перелить в другую ёмкость и поставить на ней метку. Сливаем воду, а затем в эту ёмкость наливаем ацетон. Далее берем куски пенопласта и растворяем их в ацетоне. Вот так вот всё должно получиться. Примерно по метку, которую мы ставили ранее. Теперь эту жижу нужно перелить в ёмкость от жидких гвоздей. Оставляем поршень обратно. Затем переворачиваем ёмкость и оставляем так на несколько минут, для того чтобы всё упало на дно. Ну а теперь переходим к испытаниям полученной смеси. Как вы поняли, это получился клей, который держит не хуже, чем жидкие гвозди из магазина. С помощью такого клея можно клеить древесину, пластмассу, стекло. Но лучше всего это подходит для заделывания трещин в шифере. Спустя всего лишь полчаса времени древесина приклеилась так, что её уже очень сложно оторвать. Вы только посмотрите, какая отличная адгезия в этого клея. Ну а заделанная трещина на шифере при высыхании встаёт твёрдая как камень. Кому видео понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока!